Здравствуйте! Приветствую вас на youtube канале про цветов. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы поговорим о супер подкормке для ярового чеснока. Потому что это такая подкормка, которая значительно увеличит размер наших луковиц. И то есть раз увеличится размер луковиц, значит увеличится и урожай. А все мы мечтаем о большом урожае. Никто не соглашается собирать мышиные хвостики и восторгаться, что это экологически чисто, это безвредно. Тот способ, который я вам покажу, он экологически чистый, экологически безвредный это самое. И поверьте, рыда здоровье не нанесет, а урожай значительно-значительно увеличит. И что же такое за супер средство? Многие наши огородни как бы начинают экспериментировать. Чего только не льют. Какой только травы не льют под тот чеснок. Чего только не добавляют, различные добавки. А вот это как раз делать не надо. Поступаем, все гораздо проще. Если есть, берем дома. Если нету, идем сейчас, это продается в магазинах. Удобрение, которое называется птичий помет или куриный помет. Ну, подойдет помет от голубей. Есть такие места, где голубевода много голубиного помета. Он же такой, как куриный. Есть места, где голуби любят водиться. Там тоже можно собрать куриного помета. Что необходимо? Почему мы не достигаем цели? Почему не всегда куриный помет дает подкормку? Значит, берем ведерко. Берем куриный помет, это самое, или голубиный помет. Разницы большой нету. И заливаем ровно, как он стоит, это самое, ну, в сухом виде. Ровно заливаем теплой водой. Не горячей, не холодной, именно теплой водой. Ну, холодной можно, но если, чтобы не совсем холодной, хотя градусу двадцать, было водичка. Залили. Наша, эта подкормочка стоит, вот утром залили, вечером уже используем. А что делают обычно наши огородники? Они берут залили и ждут неделю, пока это не начнет бродить. Начала бродить, пошла пена, весь наш азот улетучился. Большинство полезных веществ из этого куриного помета улетучилось. И, по сути, мы поливаем остатками этой кашицы, которая осталась на дне. А это уже как бы остатки, которые содержат малопитательных веществ, малопитательных элементов. Вот. Поняли, утром залили, вечером используем. Использование очень простое. Значит, взяли литровая кружка. Это, я думаю, у каждой хозяйки есть литровая кружка. Вот там, где мы делали этот самый раствор, одна литровая кружка и 9 литров воды. Вылили, перемешали и после этого поливаем растения. Ну, вот смотрите, нюанс. Значит, польем растения, это самое. Эта работа нетрудная. И так вот, кружечкой именно льем не между родами, а между растениями. Полили, полили, полили. А я объясню, почему кружечкой это делать удобнее. Потому что кружечкой мы можем регулировать, чтобы эти растворы, наш питательный шел к корням. Ну, предварительно, чтобы он не растекался, мы можем прорыхать между радио. Пройти той драпочкой, что я показывал в своих роликах раньше, или плоскорезом пройти между радио. Для того, чтобы наш раствор не растекался, а сохранялся именно у корня, обитаемого слоя почвы. И вот поливаем, полили, полили. Но дальше, что смотрите, мы как пролили этой подкормкой, следующая наша операция, что мы должны еще сделать, пролить чистой водой. Ну, а чистой водой уже вы можете поливать не с кружки. А взять лейку, обыкновенную садовую леечку, прошлись и смыли остатки раствора со стеблей. Ну, чтобы не было ожогов. Ну, и на завтра желательно эта площадь, где мы подкармливаем наш яровой чеснок, обязательно еще прорыхлить, прорыхлить между радио. Сам чеснок не стоит прорыхлить между радио. И вот заметьте, что уже спустя неделю вы свой чеснок не узнаете. Он станет темно-зеленый, станет красивый. Но, добавок, не забываем о таком моменте, что чеснок где-то с середины июня до середины июля, кроме подкормок, очень тревожен и влаген. Поэтому его желательно раз в неделю обязательно поливать. Это значительно увеличит урожай луковиц в будущем. Будут закладываться более крупные зубки и, соответственно, будет больше урожай. Так что, вы поняли, секреты очень простые. Подкормка птичьим пометом раз в 10 дней. Одну-две подкормочки сделали. Полив каждую неделю. И в осень вы будете собирать вот такие вот крупные луковицы яровой чеснока, чтобы все будете удивляться и что у вас так получилось. Способ очень прост. Так что воспользуйтесь этим способом, не начинайте выдумывать ничего. Результат вам покажется уже осенью. И вы будете в восторге, что все секрет большой урожайности в очень простом способе подкормки. Удачи вам, успехов, хороших урожаев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас много интересных роликов, много интересных наблюдений. До свидания.